Мы сажаем 11 телевизор трех пород. Это Береза Карельская, небесно предоставленная на Карельском научном центре. Береза Карельская и Ольха. На территории, приближенной к администрации города. Также активное участие в этой акции принято в Харско-Сарганском оборудовании, за что им огромное спасибо. За инвентарь, за землю и за удобрение. Наверное, Николай Иванович скажет приветствую. Я только хочу вам сказать. И привлечет ее самостоятельно информацию не только критиковать, а поучаствовать практически в наших планах. Я хочу только сказать спасибо журналистам, которые пришли сюда вместе с нами. Высадить эти удивительные деревья, которые выращены в пробирке, это вообще, наверное, уникальный случай. Вон они, смотрите, как выращиваются. Уникальный случай для нашей республики, для нашего города. Очень бы хотелось, чтобы деревья высаженные здесь прижились, и чтобы жители города относились к ним с теплотой, с уважением, чтобы ни одно дерево у нас не погибло, чтобы все прижились, и чтобы они радовали глаз наших жителей. И, конечно же, очень хотелось, чтобы в следующем году как можно больше жителей приняли участие в посадке деревьев, чтобы все помнили, особенно мужчины. Посадил дерево, родил сына, построил дом. Я думаю, что для многих мужчин города Петрозаводска это должно быть стимулом для того, чтобы последствия и дети, и внуки вспоминали о том, сколько их отцы посадили деревьев в нашем городе, какие парки, скверы появились с их участниками. Так что это у нас есть и шведские формы, но вот это клон полученный из дачи Винкера и Сартовала. Мне кажется, там ее уже на даче. Значит, будем потом туда размножать. Не замерзнут наши деревья? Мы весной-осень-то сажаем. Можно весной, конечно, лучше, по всей вероятности, весной. Мы предпочитаем весеннюю посадку, но это будет непросто. Потому что она скола земли, мы ее сажаем в закрытые деревья системы. Я думаю, что все получится. Пойдем? Которая береза? Вот эта береза – это ольха. Действительно. Давайте будем березать. Значит, по-аналогии событий такая. В лунку подсыпается земля, которая есть около лунки, потом подсыпается удобрение. Вот Анна Владимировна подойдет, подсыпает удобрение в каждую лунку. Только после этого саженем, с полышком одновременно мы поможем вытрамбовать землю. И стараться можно, чтобы корневая шейка была на уровне поверхности земли. Не углублять от себя земли, иначе погибли. Всегда участвовали не только в посадке деревьев, но и были инициаторами. Строительство многих скверов. Даже если вспомнить губернатора прежнего, как Гевашовский бульвар, появился по инициативе самого губернатора. Я думаю, что воплотила идею в жизнь его жена. Поэтому бульвар называется Гевашовский. Вообще же это красиво, когда дерево вырастает. Гевашовский бульвар. Ты будешь пруживать, а я буду закатывать. А вон там. Гевашовский бульвар. Он фонус. Гевашовский бульвар. Гевашовский бульвар. Гевашовный бульвар. Гевашовский бульвар. Продолжение следует... 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 Продолжение следует...